Добрый день! Дмитрий Русский, депутат законодательного собрания Кировской области, вице-президент Федерации бокса Кировской области. Добрый день! Илья Черезов, начальник управления Организационно-информационного обеспечения администрации Кирова. Добрый день! Мы обещали его сегодня бить, но не получается. Владимир Журавлев, председатель правления Кировской региональной общественной организации граждан, подвергшихся воздействию радиации «Союз Чернобыль» у нас в гостях. И Валентина Павловна Иванова, руководитель регионального отделения Российского детского фонда. Ну что ж, да, здравствуйте все наши гости, здравствуйте всех тех, кто нас слушает. Напоминаем о том, что тему мы подняли еще в понедельник, тема касается вот чего. Депутаты, вернее комиссия городской думы приняла решение. Практически однозначно все проголосовали за то, чтобы областной организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и военных конфликтов прочих, видимо имеются в виду чеченские компании, передать на ближайшие 25 лет в безвозмездную аренду торговые площади, торговые и офисные площади. Всего 2500 квадратных метров за бесплатно на 25 лет. Сегодня мы разбираемся, насколько это соответствует здравомыслию вообще, то есть насколько это экономично, насколько это оправдано и так далее. У нас есть звонок, да? Есть звонок, у нас слушатели на линии. Добрый день, алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Черных Алексей, я являюсь заместителем председателя организации, которую вы сейчас обсуждаете, и готов компетентно на все ваши вопросы сейчас высказаться. А что же вы не пришли к нам компетентно высказаться прямо от студии? Меня никто не приглашал сегодня, а в понедельник, который эфир был, приглашали Литвинового, он не пришел. Нет, Литвинов-то как раз у нас был. Нет, Литвинов-то у нас. Ну, я его, Литвинова, приглашали в понедельник, он пришел, высказался. А по поводу сегодняшнего эфира, вот я сейчас слушаю, и вот хочу про их ситуацию, потому что немножко, ну, скажем так, однобоко подаете ее. Вы знаете, мы, насколько возможно, ее подаем, и просто либо вы сейчас находитесь с нами в эфире все время... Да, давайте. Можно, разрешите я, вот какой вопрос, я несколько поправок. Площади, которые, как вы видите, передаются в безвозмездное пользование, они не торговые, они производственно торговые, вот так правильнее сказать. Ну, это маленькая ремарка. Это существенные дополнения? Ну, 1300 квадратных. 1300 метров квадратных. Это Ивушка на Чапаева 2? Да, это столовая кулинария Ивушка, не кафе, а столовая кулинария Ивушка по аресу Чапаева 2. 1300 квадратных метров. Из этих 1300 квадратных метров 600 метров это подвал живого дома. Мы это уже слышали. Нет, я просто, ну, сказать, что не совсем торговая площадь, чтобы люди не думали, что 2000 квадратных метров торговых. На Волково 1 что? Сейчас, секунду, я... Вы очень долго это делаете, мы эту тему обсуждали. Нет, я делаю, наверное, не дольше ваше, а просто я готов говорить по поводу Чапаева, по поводу Волкова и Карла Липнефта. Я лично не готов говорить, так как я не являюсь сотрудником той организации, которая попросила данной площади. А кому мы эти площади отходят? У нас две организации. Кировская областная общественная организация, общероссийская общественная организация инвалидов в Иоанганистане, керой инвалиды войны, это вот Чапаева 2, и городское отделение этой организации, это Волково 1. У меня сразу же вопрос к Илье Владиславовичу Черезову, начальнику управления организационно-информационного обеспечения администрации города Кирова. Скажите, пожалуйста, что вы, собственно говоря, ободаетесь ради того, чтобы передать площади до двум организациям, а не одной. Причем одна из них областного уровня, то есть, как бы, по здравому размышлению, областное правительство должно было им помогать. А, видите, есть, оказывается, деление, кому что ушло, кто-то за что-то отвечает, кто-то за что-то не отвечает. Действительно такое деление? Нет, подождите, давайте так, у нас диалог, а не монолог. Есть две общественные организации, которые, так скажем, направили обращение с просьбой передать им эти площади, соответственно, две различные организации, и рассматривались в документах. И что же значит? Областной организации вы передаете Чапаева-2, правильно? А городской администрации, дочернему предприятию, областной организации вы передаете Карла Липнихта, и Волкова-1? Кто знает? Получается так? Получается так? Нет, подождите, а давайте так, на прошлом, вот у нас был Литвинов в понедельник в студии, у нас в понедельник был Литвинов в студии, и он говорил, что к Карлу Липнихта Баграм-345 не имеет никакого отношения, а в документах наоборот. Простите, пожалуйста, вы сами-то разобрались? Хорошо, мы вас услышали, да, вы не имеете отношения к Волковой и Карлу Липнихта. Дальше, я слушаю вас. Вы меня? Да, Алексей, да, да. Да, вот вопрос в чем, то есть через это, что пытать, через это в чиновник, пришла общественная организация, обратилась в городскую администрацию и в городскую думу, они подготовили документы, если не соответствуют закону, а как мы видим, они соответствуют закону, и депутаты должны решить, да или нет. Теперь я все-таки в историю вопроса, ведь это же вот не показалось, что эти помещения впервые были арендованы нами в веселые 90-е годы. 15 лет назад вы являетесь арендатурами. И в тот момент, в тот момент, в тот момент, многие, это надо все равно эскурс в историю небольшой провести. Зачем? Многие общественные организации, пользуясь такими преференциями, просто у кого-то получилось это удержать в руках, у кого-то не получилось. Простите, пожалуйста, Алексей, мы это услышали от представителей этих организаций. Нет, давайте возвращаться к экономической составляющей этого вопроса. Не совсем корректно сталкивать детский фонд, Валентину... Вы знаете, никто никого не сталкивает? Никто никого не сталкивает? Простите, пожалуйста, если вы будете нас дальше слушать, слушайте, и рассуждения уже не принимаются. Нет, не рассуждения. Я хотел пояснить, куда уходят средства, что, как, почему. То есть, чтобы не было такого, что люди 2,5 тысячи метров квадратных торговых площадей стригут капусту, и там, братва страдают, все жируют, как бы там. Вот так не должно же быть, наверное, так. Я вот и хочу пояснить, что нет никаких 2,5 тысячи торговых площадей. Есть торгово-производственные площади, на которых зарабатываются средства, именно зарабатываются. И тратятся все эти средства на деятельность организации. Одну минуточку, я вас сейчас прерву. Дмитрий Михайлович, у вас в руках документы озвучьте, пожалуйста, сколько зарабатывается по Чапаева-2. Специально для вас, Алексей, звучат эти цифры. Это официальный документ. Специально официальный документ. Мы зачитываем, сколько вы получаете на том сам Чапаева-2. Столовая, еще раз тоже подчеркну, столовая. Александр, чисто документ, который получили все депутаты городской думы. Правильно, немножко побольше. 80 миллионов в год оборотка у вас стоит. 80 миллионов в год оборот и... И? И тратите вы на благотворительность, по вашей же данной, 1 миллион 100 тысяч рублей. Дмитрий Михайлович, я вам поясню сейчас. Что? Поясню сейчас вам. 80 миллионов в год оборот. Так, да? Да. Вы прибыль конкретную не пишите. Прибыль, прибыль, прибыль. А прибыль почему не написали? Я не знаю. Прибыль гораздо меньше. Хорошо, нет, мы понимаем. Это понятно абсолютно всем, только вы забыли ее указать. Секунду, секунду. Прибыль указана в балансе, который был точно так же предоставлен в городскую думу. Это... До нас не дошел этот документ. Ну так, вы же не депутат городской думы, Елена. А я документы держу депутата городской думы. Да. Что? Я документы держу депутата городской думы. Это именно тот пакет, который получили депутаты городской думы. Так если... Минутку, Алексей, если прибыль указана, озвучьте ее. Вот один... Нет, я прибыль... Что значит озвучить прибыль? Вот тот 1 миллион 200 тысяч рублей, это то, что из расходов, это из расходов и прибыль из прибыли. Так понятно, понятно. Мы понимаем это. Прибыль может оставаться, она будет переходящая на другой год, она может тратиться на другие цели. Она может у меня сейчас быть на балансе лежать. Вы знаете, вы занимаетесь экономическим ликбезом, нас это не интересует. Потому что, еще раз говорю, перестаньте нас водить вокруг да около, есть совершенно конкретные цифры. 84 миллиона вы заработали в 2011 году. Миллион 200 отдано деньгами людям. Кроме этого, суммы, которые составляют, наверное, такие же порядки, идут, содержание аппарата, организации и другие, благодаря цели, которые не отданы людям в руки. Что поднялся под другими благодарительными целями? Алексей, да мы не против помощи. Мы же не против. Прозрачные для всех общественных организаций одинаковые. Алексей, понимаете, нет у нас времени слушать то, что вы говорите. Мы уже слышали. Вы даете деньгами, вы даете еще чего-то, вы даете еще чем-то. Перед нами лежит отчет. В этом отчете никаких иных цифр, которые мы озвучиваем, нет. Других нет. Понимаете, других цифр нет. Они будут сказать, если интересно. Вот когда они будут, вот тогда извините и начинайте говорить, что мы не правы. Я могу предоставить Дмитрию Михайловичу, если ему будет известно, как депутату Законодательного собрания Кировской области. Он придет. Вот об этом и вопрос. А вам-то, Елена. Вот об этом и вопрос. Если кто-то попросит, мы когда-то... Алексей, мы как раз и хотим, чтобы у нас все общественные организации, и спортивные, и общественные, пользовались одинаковой поддержкой со стороны муниципального образования города Киров и Кировской области. Я думаю, что это будет справедливо. Для того, чтобы это было для всех одинаково, должна быть прозрачная схема помощи каждой общественной организации. И в данном случае я против льгот. Я не знаю, я не увидела ни одной прозрачности. Я увидела оборотку 84 миллиона и миллион помощи. Прозрачности практически никакой нет. Ну, даже бог с ним. Мы-то сегодня говорим о том, что любая общественная организация имеет право на поддержку. Вот мы, я и предлагаю всем общественным организациям и спортивным федерациям написать и посмотреть, одинаковый ли у нас подход ко всем общественным организациям. Вот от нашей федерации бокса, которая проводит уже много лет турнир опарина за счет федерации, за счет спонсоров и за счет родителей. А в этом документе указано, что финансируется? Да, там есть турнир опарина, но, честно говоря, я... Вот здесь же указано, что финансируется турнир, да, Дмитрий Михайлович? А вы утверждаете, что... Мы говорим, что, по крайней мере, за последние пять лет участия не было со стороны этой организации. То в данном случае мы напишем и посмотрим, какая... Вице-президент федерации не знает, помогали вы деньгами или нет? Нет, я знаю, что не помогали. Ну? Значит, в этом... А Алексей говорит, что, ну, не совсем-то. Ну, не совсем, Олег, я готов... Помогали, но не деньгами подарили. Ребята, это прозрачные схемы. Это прозрачные схемы. Если вы там подарили какой-то подарок, то я, может быть, про него не знал, я готов как бы сказать, что вы подарили подарок. Значит, при всем при этом я хочу сказать, что из этого я и хочу, чтобы все федерации написали общественные организации для того, чтобы у нас была ясная система. Или для всех все одинаково, или для всех все по-разному. Все, спасибо. Спасибо. Минуточку вопрос к Владимиру Кириле Владиславовичу Черезову. Скажите, пожалуйста, если все общественные организации обратятся с подобной просьбой, хватит ли у вас бесплатных территорий? Да, да. И как это отразится на бюджет? Скажите, пожалуйста. Что у нас будет? Минутку, я задала вопрос. Да вы научились хоть кого-нибудь слушать. Алексей. Простите, пожалуйста, отключите Алексея. Итак, вопрос Кириле Владиславовича. Ну, если учитывать, что у нас достаточно большое количество общественных организаций... Пуча просто. А, нет, общественных организаций много, а помещений? Помещений такое большое количество, ограниченное количество. Надо сказать, что кроме муниципального образования города Киров есть и другие муниципалитеты, да, с площадями. То есть соседние, там, Чепецк, Солбасмин и так далее. Ну, это понятно, мы все-таки... Нет, мы говорим, да. Нет, подождите, ребята, давайте так учтем. Областная организация инвалидов, да. Областная организация обратилась к городской администрации. А что же мы сразу бахли на другие муниципалитеты? Нет уж, давайте, как всем. 38% населения области живет в городе Кирова. А, Михаил Михайлович, озвучите, пожалуйста, сколько инвалидов проживает в районе и сколько в области. То, что мне удалось найти, по этой же справке, да, в настоящее время на учете в этой организации инвалидов войны числится 175 человек всего. Это областная, пишет, организация. В городе Кирове проживает примерно 75 человек. Ну, то, что я узнал по интернету. 75. У нас эта справка не указана. Хорошо, но я через интернет спешил. Указана вот в этой справке. Значит, то, что-то человек функции должны переходить в областное правительство, потому что они живут на территории Кировской области. Это совершенно разные бюджеты, это совершенно разная помощь. Вы же лучше меня это понимаете. Разная верстка, а областная же заверстка на такие помощи. То в данном случае я бы, конечно, понимал, чтобы областная организация обратилась в правительство Кировской области. А не в город. Потому что ихние люди живут на территории Кировской области. Это же понятно. А я подчеркиваю, что городская администрация так упирается для областной структуры. А вот такая аргументация, что 38% живут, вы сами сказали, 38% живут в городе Кирове, то 38% умножьте на 175, так и еще меньше получат. От общего количества жителей области. А, вот так вы подходите. Так а может нам-то объединить вообще все бюджеты и жить по-вашему? А что, заживем в таком случае? Нет, просто один такой гигантский мегаполис, который называется Кировская область. Мы ничего не будем менять. Итак, я ставлю вопрос площадями на всех. Хватит? Итак, во-первых, общественная организация, подавая, так скажем, обращаясь к городской власти с просьбой предоставить помещение, должна четко для себя прочитать 7-й федеральный закон о некоммерческих организациях, посмотреть, подходит ли она под условия, является ли она социально ориентированной некоммерческой организацией. Здесь четко прописаны условия уставной деятельности. И, соответственно, тогда некоммерческая организация может рассчитывать на поддержку. Понятно. Это согласно федеральному закону, правильно? Вы знаете, давайте... В 96-м году, который принят. Давайте это самое сейчас вот все-таки зададим... Но видите, уже повод есть для того, чтобы другим организациям, общественным, отказать. Потому что я не думаю, там, я думаю, если мне память не изменит, там есть перечень... Дмитрий Михайлович, отмотайте немножко назад. Я не услышала повода, чтобы отказать во взаимности. А они ссылаются на федеральный закон, который был в 96-м году. И там есть куча критерий, под которые может организация подходить. То если, когда создавалась какая-то общественная организация или спортивная федерация, и она не читала этот федеральный закон, и свой устав не подогнала под те требования, которые есть, то есть полный повод нам отказать из-за того, что мы не подходим под федеральный закон. Ну, я так полагаю, что один из основных, наверное, вашей общественной организации запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Как большинство общественных организаций. Некоммерческие организации? А точно так же запрещено тогда и инвалидам, и афганцам заниматься? А нет, Иван Борисович Людвинов доказывал, что им можно. Вопрос к нашим гостям. Я повторю, что у нас сегодня Владимир Журавлев. Журавлев, это Союз Чернобыльцев, и Валентина Павловна Иванова, это Российский детский фунт. У меня к вам вопрос. То есть вы повторять попытку заняться бизнесом для того, чтобы финансировать вашу организацию, не будете? Нет, подождите, возьмите хорошего менеджера. Возьмите хорошего менеджера, который составит бизнес-план, который сделает проект и будет заниматься вашим бизнесом. А эти деньги будут вкладываться в помощь, допустим, инвалидам, Чернобыля или детям-инвалидам? Почему? Допустим, если я не умею торговать, если я не знаю экономику, если я путаю сальдо и бульдо, я просто знаю эти слова. Я не буду этим заниматься, но если бы не... Бруто и нетто, да. Да? Нет, бруто и нетто, это, по-моему, с весом связано. Я знаю, что нетто, это когда нет ящиков. Вот. Я так запоминала. Нет, не то, чтобы ящиков. Тары. Тары нет. Да, не будем отходить. Хорошо, все. Понимаете, совершить попытку. Взять хороший менеджмент, затеять какой-то, я не знаю, тот же общепит. Это востребовано всегда. Люди потому что хотят кушать. Да. Или продуктовый магазин. Вот вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, не будете совершать попытку? Нет. Нет желания. Поэтому мы, наверное, не будем совершать никакие попытки уже нанимать, подвескивать менеджмент. Я думаю, что у нас и так перенасыщено торговых площадей в городе. Владимир Николаевич, это декадарцы. Понимаете, вот смотрите, афганцы, они аж на 25 лет вперед себя и своих детей, своих внуков уже обеспечивают. Он был развит еще 15 лет назад. Вам кто мешает? Это что? А это не было еще руководителем. Вы же слышали, что того посадили. Того посадили. Вам не свезло. Поэтому. Уже не сложилось. Да. Да. Ну вот я не знаю, может быть, все-таки детский фонд каким-то образом. Я понимаю, что сложно, но идея с менеджментами, ведь она, смотрите, то есть человек, он будет зарабатывать на вас, он будет зарабатывать себе на зарплату. Это логика. Мы живем в капитализме. У вас дельное правильное предложение. И витает у меня, витает у меня. И тем более есть опыт среди наших детских фондов. Вот вы знаете, что мы приглашаем кировчан, чтобы сдавали свою одежду. Подержанную, вещи там, книжки, все что угодно приносили. И мы вот за эти годы, вот за последнее особенное время наблюдаем, что. Вот приходит семья, берет эту вещь, и как же она к ней относится? А вот так. А вот купила бы за рубль это платье, эту юбочку, пусть и подержанную, а эти бы рублики уходили дальше на благотворительность, вот, наверное, другое было бы отношение у детей к этим вещам. И вот такой магазин, вот, есть желание, вот, у себя даже в детском фонде на этих площадях открыть, попробовать. Ну, вот, хочу. А вы устроите аукцион. Да. Начинайте торг от рубля и выше. Правильно. У нас есть звонок. Да, у нас есть звонок. У нас сейчас на связи представитель еще одной общественной организации. Это Сергей Крутиков, председатель правления Кировской областной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск. Вот так вот, союз десантников. Здравствуйте, Десантура. Рады вас слышать. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Сергей Александрович. Скажите, пожалуйста, ваши общественные организации пользуются преференциями администрации города? Да, у нас офис, в котором мы находимся, на безозвездном пользовании. А кроме этого? Кроме этого у нас нет ничего больше. А вы когда-нибудь пробовали, вот точно так же, как делают это афганцы, написать заявление, получить в пользование торговые, торговые, какие производства, промышленные площади, развить там бизнес и жить, собственно говоря, богато, помогая всем и вся мы десантуру. Это ведь у нас много, я знаю, что если в этот, в Чернобыль брали, ну, из районов много брали, и в Афганистан много брали, то, знаете, в десант, как бы, парни-то такие развитые идут. Ну, у нас все организации, и афганцы, и чеченцы, и кто в Абхазии воевал, кто в Кендестрове. Вот, как бы мы тоже стараемся, что-то как-то пробовать. Вы правильно поймите, мы существуем на благотворительные взносы вот своих десантников, кто сейчас что-то заработал, каких-то денег. Ну, уже смешно и стыдно уже просить у всех. Государство дало возможность по этому сороковому закону что-то взять, как бы, хотелось бы тоже что-то. Но взяли, но не унесли. А я и предлагаю вам написать всем. Вот мы от Федерации бокса будем писать, и вы пишите. Это Дмитрий Михайлович Русский предлагает. Мы напишем, конечно. Я просто хотел бы... Вы просто определите, что вам нужно. Да, прокомментировать там это афганские вот эти вот события, там, что на 25 лет или что-то. Организацию областную, афганскую, я знаю очень хорошо, у нас есть совместные проекты по воспитанию подросткового поколения и все остальное. То есть, спартакиады проводим, там улицы Переменной. У них очень много хороших, полезных дел. То есть, мы занимаемся тем, чем должно заниматься государство по сути своей. Мы воспитываем военно-патриотическое воспитание, вот именно в детях во всем. И что в этом плохого, если там они получат, как бы, это помещение, в котором будут заниматься бизнесом на 25 лет. Есть возможность, они ее используют. А если начинать с того, что правильно или неправильно используют, то, пожалуйста, устраивайте проверки, как бы, со стороны администрации. Смотрите, куда расходуются средства. В том-то и дело, мы об этом и говорим, что нет прозрачности в этом вопросе, абсолютно, это первое. Второе, как выяснилось, одно помещение одной организации, два помещения другой организации, все же попутались в документах. Есть еще какая-то платная стоянка, на которую вообще никто не ссылается. Видимо, администрация города в свое время уже как-то тихонько ее подарила. У меня иных предложений нет позиций, потому что есть стоянка, а где взялась? Есть-есть стоянка, они отчитываются по стоянке. Да, она там идет пунктом, да. То есть, спасибо вам большое за информацию. А можно Сергею вопрос задать? То есть, вы все-таки будете? Сергей, а вот можно еще Дмитрий Розурусских, это Федерация бокса. А вот как тебе такая схема, то, что я считаю, что это более прозрачно и правильно. Допустим, мы ничего никому не даем, а определяем каждую общественную организацию, инвалидную или спортивную, насколько ей должна помогать государство. Давайте объясним ситуацию. Нет, мы вернемся к тому, что, да, вот смотрите. Да, вот можно немножко отвечу там? И дальше, Сереж, я смотри, что предлагаю. Значит, никому ничего не давать, а просто через конкурс давать все эти площади, полученные деньги гораздо выше. Нормальным путем, допустим, мы считали по номиналу по 500 рублей за квадратный метр. Получаем мы денег, допустим, с аренды, минимум там 15 миллионов в год, да. 175 человек, которые сегодня являются в списке афганцев, получают адресно денежным эквивалентом каждый месяц на карточку. В 10 раз больше. 5 тысяч рублей. В 10 раз больше того, что у них есть. 5 тысяч рублей, да, Елена, закончу, да. При сегодняшних затратах они... 5 тысяч, значит, это адресная помощь, она прозрачная, каждый месяц на карточку. И это потребуется всего 10,5 миллионов рублей. То при сдаче в аренду всех этих площадей через аукционы, а я уверен, что желающие найдутся, да, мы еще не только обеспечим этих ребят, которые на самом деле воевали за нашу родину и погибали... Не 500 рублей в месяц, а 5 тысячами, допустим. При всем при этом еще 5 миллионов рублей мы сможем сэкономленные отправить еще каким-то, допустим, чернобыльцам или десантникам, без разницы. Но схемы должны быть прозрачные, и государство должно нести ответственность за прозрачность. И эти деньги посылать конкретно каждому человеку. Дима, я отвечу, это как бы... Я, ну, не сбрасываю со счетов, это один из вариантов, да. Но я бы хотел насчет прозрачности. У нас 500 общественных организаций. Я честно вам скажу, дай бог 50, если из них дееспособные и чем-то полезным обществу занимаются. Нужно провести ревизию общественных организаций и выявить, кто там что создал и для чего. Вот эти гранты, которые давали 12 миллионов, да, вот нам не дали. Мы писали на миллион, представляли свой проект и свои... Там получили некоторые организации, которых я вообще не слышал. Сергей, такой же бардак был два года назад в областном департаменте спорта. Там тоже очень много спортивных федераций, навели порядок, научились работать с деньгами, с критериями. И сегодня каждая организация... Мы только ушли от темы, а у нас в запасе всего лишь 8 минут. Хорошо. Катастрофические времена. Катастрофические времена мало. Мы никто не против сегодня вообще афганцев и то, что они несут большую работу патриотическую. Никто с этим не оспаривает. Но еще есть куча других общественных организаций. Спасибо, мы вас услышали. Все-таки давайте я, как сказали, пытать, да. Я-то все-таки допытаю Илью Владиславовича. Так хватит помещений на всех или нет. Давайте, Сергей Александрович, попрощаемся. Сергей Александрович. Хорошо, давайте, Сергей Александрович попрощаемся. Сергей Александрович, спасибо вам. Большое, до свидания. Это хватит на всех помещений или нет? Вот, допустим, вот десантники придут. Дайте нам 3 тысячи. Надо понять, какое количество заявок может поступить. Так. Мы понимаем, потому что существующие работающие организации не подавали даже, не заявлялись. Давайте хотя бы возьмем 5. И будет 1012-13. Ну, 10. Найдете? 10 тысяч квадратов. Бесплатно. На 25 лет. Но ведь будут рассматривать все эти заявки в соответствии с законом, в соответствии с нормативным аквеном, которые имеются в муниципальном образовании города Киров. Соответственно, городская дума будет рассматривать, насколько целесообразно передавать эти помещения. Ведь вопрос какой? Вот в том-то и дело. Вопрос в чем? Вот как раз вот это, Илья, и нецелесообразно. Вы предлагаете в вашей схеме исключить из, так скажем, деятельности вообще общественные организации, правильно? Нет, нет, нет. Вы сказали, что давайте общественные организации выгоним с бесплатных площадей. Валентину Павловичу, Чернобыльцев и так далее. Мы не про это говорим. И будем напрямую сдавать эти помещения. Мы определяем минимум и определяем максимум. Вы не путайте, мы никого не хотим выгонять. Нет, такая каша у нас завязалась. Подождите, у всех, всем общественным организациям предоставлены помещения для того, чтобы они... Чтобы они там находились. Да, находились. У них там приемы, они работают с людьми. Но, извините, сейчас мы говорим о помещениях, на которых делают бизнес. Мы говорим об этом. Это разные вещи. Простите, у... Прибыль полученную направляется на уставные цели. Вы внимательно читайте документы, которые представлены. На уставные цели. Я хочу узнать, что такое уставные цели. Как я хочу узнать? Вот, пожалуйста. Меня это словосочетание не беспокоит. Что такое уставные цели? Я только слышу. Приходите, я вам покажу. Я здесь хочу узнать, что такое уставные цели. Давайте нам показывать, что у нас уже перерыв. Будет несколько секунд. У нас слушатели там еще есть. А у нас слушатели есть? Давайте слушатели. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Ледова, Черны. Ледова, вы меня действительно прервали, но я все-таки дозвонил. А, это Роман. Секунду. Это Алексей. Алексей, несколько секунд все-таки. Нету двух с половиной тысяч метров по пятьсот рублей. Зачем будете забывать деньги? Подожди, подожди, подожди. Я не говорю, что они есть. Я говорю, что сегодня... Вы в эфире об этом говорите? Нет, я конкретно так говорю, что, на мой взгляд, сегодня, примерно по рыночной стоимости сегодня, которая в городе, на аренду помещений под торговлю и под производство. Примерно это минимальная цена в том микрорайоне. Производственная площадь 100 рублей. Подвалы, я не знаю, по чем вообще сдают. Торговля сдают. Торговля сдают. Не надо обманывать нас. Мы прекрасно понимаем, что это красная линия центральных улиц. То я говорю, что это минимальный порог. Я думаю, что есть еще и максимально... То есть подвал 500 рублей, минимальный порог. А вы сколько хотите, чтобы вам подвалы отдавали бесплатно, а то, что там вы торгуете за деньги? Ну да что же это самое? Алексей, Алексей, сегодня большинство магазинов продовольственных, они тоже имеют подвалы и тоже выкупались через 159-й приоритетизацию. Вместе с подвалом. Мы знаем, выкупаться, по каким ценам выкупаться... И снимаются точно так же. Давайте не будем друг друга обманывать. Я говорю об определенный математический расчет, который существует реально в жизни. Дмитрий Михайлович, так. Алексей, Дмитрий Михайлович, спасибо большое за выступление. Мы уходим на перерыв. Нас не будет ни к чему. Нет, ни к чему, конечно, не приведет. В баскетбольной команде смешно. Ну что ж, мы продолжаем. Да, вы слышите, за эфиром продолжается. За эфиром продолжается. Вообще все время продолжается. И поэтому мы с репликами и с пересудами так вываливаемся в прямой эфир. Ну что ж, у меня еще вопрос к нашему представителю администрации. Это Илья Владиславович Черезов. Скажите, пожалуйста, почему на 25 лет, почему администрация пролонгирует позицию передать помещение на 25 лет? Ведь, извините, детишкам уже чернобыльцам к тому времени будет 50, а внучкам, соответственно, лет 25. Наверное, бизнес-план написано. Да, напоминает, да, наверное, бизнес-план написано. Мне напоминает, это, знаете, такое самодержавное, передача власти такая, да, по родне просто идет. Вот это уже откровенно напоминает. У меня к вам вопрос. Не в законности. Мы все знаем, это законно, это допускаемо. Почему на 25 лет? Это мнение чиновника. Если это допускаемо, то почему нет? Я вас, помните, я вам в самом начале говорила, вы так или иначе в любом случае относитесь как-то к бюджету, вы оттуда получаете денежки. И вот это то, что уходит сейчас на эту организацию, это минус из нашего бюджета, хотя мог бы быть плюс. Хотя бюджет тяжелый, очень городской. Был бы плюс и очень такой нехилый плюс. Не до получения, да. Вот, объясните мне, пожалуйста, ваши позиции. Почему на 25 лет? Что мешает, если у них сейчас еще договоры не закончены? Вы понимаете, вопрос, который задается, относится к деятельности общественной организации, правильно? Потому что мы сейчас говорим о том, эффективна общественная организация или неэффективна. Значит, попросила бы на 3 года, да, либо на 3? А попросила бы на 100. Тоже бы дали. Нет, есть мнение антимонопольной службы до 25 лет. А, ну максимально получаем. Или до 49 все-таки. Есть мнение антимонопольной службы до 25 лет, да. Нет, а есть, да, действительно, на 49, на 99. И вы представляете, да. Тогда, ребят, мы должны быть рады, что еще на такой 40 лет. Мы говорим о том, что есть активные жители, есть активные общественные организации, которые ведут свою работу в соответствии с уставом, правильно? И такие организации, а в уставах прописана там благотворительная помощь, поддержание там социально незащищенных групп населения, иные направления деятельности. И, соответственно, администрация города, если это областные проекты, это администрация правительства области, поддерживает такие общественные организации, таких активных людей, для того, чтобы вместе эффективно решать проблемы и городские, и областные. Почему мы не должны их поддерживать? Ну, насколько... А почему должны поддерживать? У меня к вам провокационный... У меня к вам провокационный вопрос. Скажите, пожалуйста. Я понимаю, что вы наверняка не знакомились с этим, вот с этими документами, вот с этим отчетом предоставленной организации, или, значит, посмотрели вскользь по диагонали, и мало что, наверное, вынесли. Как вы считаете, это прозрачный отчет? Здесь все понятно? Я считаю, да. Да? Да. Хорошо? Тогда что мы удивляемся? Тогда что мы удивляемся? У меня к вам вопрос. Оборотка 84 миллиона, значит, областная организация получила с Ивушки. Потрачено миллион сто. Это как? Указаны другие мероприятия, которые... Не вошли. Они не вошли. Здесь указаны мероприятия. Они указаны не через запятую, они указаны, это все, в один миллион. У меня не было уверенности, потому что каждое последующее мероприятие, которое указано, мы памятники, мы газеты... Кто знает газету «Перевал»? Не знаю. Я знаю. Вы знаете газету «Перевал»? Нет, вы члены этой организации. Отлично. Она распространяется среди членов организации. Нет, у меня был вопрос познавательный. Это самое. Хорошо. Вот перечислено. Мы памятники, мы газеты, мы так далее. Простите, пожалуйста, давайте будем добавлять смету тогда. Есть цифра, мы потратили миллион сто тысяч рублей. А дальше идет перечисление. Ну что? Вот. Любая мероприятия. Вы поймите, они не могут на неуставные цели направлять полученную прибыль. Ого, смотри, грехи наши тяжкие. Читайте себе, покажите, ведь об этом ты разговариваешь. Вопрос Дмитрию Михайловичу. Дмитрий Михайлович, читайте, почему это происходит? Почему преференции именно этой команде? Я считаю, что у нас вообще любовь идет к военным. Я думаю, что следующее на очередь будет боевое братство. Значит, потом у нас есть еще полицейская ассоциация. Это же не военная, это уже полицейская. Ну, близко, да. Просто, видимо, все-таки это связано с другой городом. Это ребята в форме. Он сам генерал, как бы, и понятно, что хочет помогать именно тем, кто такую силу преобладает. Какая добрая у вас история получилась. Да, очень добрая. При всем при этом мы знаем, как участвовали в городских выборах, кто занимался борьбой с криминалом и с коррупцией в проходу в городские выборы, то как раз вот эти все люди-то, в общем, сейчас и прозрачно. Я считаю, что тут есть какая-то определенная, как бы, подводная камня. Благодарность. Благодарность, видимо. Это благодарность. А вот, к сожалению, остальные там общественные организации, федерации не так активно участвовали. Минуточку. Давайте так, я уточнюсь. Я вернусь, и попробую расшифровать. Я вернусь к прошедшим недавно выборам, и я так понимаю, что вы перечисляете организации, которые громили непосредственно вас, вашего брата и так далее, оппозиции же с ними. Я помню, что один очень уважаемый человек был объявлен гомосексуалистом, два уважаемых человека, которые... Ну, что страшного, да. Действительно ерунда какая. У нас есть звонок. У нас есть звонок, и на связи у нас сейчас Михаил Плюснин, председатель правления Вятской областной детской общественной организации ВЕЧИ. Михаил Валерьевич, добрый день. Михаил Валерьевич, здравствуйте. Я подозреваю, что вы нам скажете, что городской администрации вам выделено помещение бесплатно для того, чтобы вот заниматься этой деятельностью. Нету помещения. Да, добрый день. Добрый день. Меня радует, что вы такие оптимисты. К сожалению, я... Вы первый, кому не дали. Нет, я неоднократно обращался в городскую администрацию, мне отказано. С веселой формулировкой. Поскольку наша организация имеет доходы, нам выделить помещение... А все, неужели больше 84 миллионов? Еще интереснее. Вы больше 84 миллионов имеете? Сколько у вас детей входит в организацию? И доход какой у вас, интересно. Ну, вообще, как бы в законе нет... Есть у нас в городской думе положение введения помещений для социальных клиентов НКО. Там нет ни единой строчки о размере доходов, о размере членов и об объеме оказываемых услуг. У нас просто есть показатели. Оборотка 84 миллиона с Чапаева-2 составила за прошлый год у общественной организации. В этот сывушке они получили. У меня за прошлый год приятно 3 миллионов оборотных средств за прошлый год. Сколько детей у вас? Чем вы занимаетесь? Что? Сколько у вас детей? Ну, вот... Нет, у нас всех членов организации 67 человек. 60? Это и дети взрослые. Действительно. Действительно. Меньше, чем 100. Просто вы не путаетесь? Я ничего не путаю. Я ничего не путаю. Это шутка, да, была такая. А почему... Нет, подождите. У вас, то есть, вот эта вот смешная формулировка, как вы сказали, у вас есть доход, поэтому не дадим? Да. Вопрос господину чиновнику. Вопрос господину чиновнику. У афганцев тоже есть доход. Что-то с доходами у них не то. Что-то с доходами у них не то. Да. Это как бы... Вот мне в данной ситуации считают, что это чисто подход субъективный. Люди не понимают, что они отвечают. А вы уверены, что люди не понимают? Как раз они все понимают. Нет, замечательно. Если они все понимают, то это... То есть, я верю, что это оппозиция, потому что мы, так сказать, достаточно много критиков власти, как в городскую, так и районную, так и областную. Так вот об этом мы разговаривали. Это нормально. Мы сейчас это совершенно о другом говорим. Но мы хотя бы сейчас не боимся говорить, что они не хотят помогать. Это уже победа. Они особо никогда не разговаривали с такой, по крайней мере. Так они просто, без разницы наше мнение, потому что за 500 рублей можно любой голос купить. Практически. Я просто не знаю, был ли уже в вашем эфире сегодня разговор об этом, что мы же выступали изначально, уже несколько лет, говорят, говорим, то есть, по крайней мере, последние два года. Есть закон, согласно которому должен быть реестр поддержки НКО. Согласен. Прозрачный, если бы, да, если бы все эти деньги, помещения и остальные преференции, что дается властью, организациям различным, были бы опубликованы, вообще не было вопросов, кто поддерживается, почему, на ком. Может быть, вы не знаете, но на официальном сайте администрации города и по помещениям информация, и по той социальной поддержке, и по поддержке проектов, вся информация есть, сколько, кому, какие помещения переданы. Это обязанность наша по восьмому федеральному закону. А Михаил Валерьевич, вы пропустили эту информацию? Нет, значит, я говорю, ну должен быть единый реестр, где есть вся информация, чтобы я не должен выкопаться по всем статям, по всем статям, не искать, выискать с большим трудом, где что находиться. Ну, обращайтесь ко мне, я с радостью вам предоставлю эту информацию. Ссылочку. Михаил Валерьевич, скажите, пожалуйста, поддержите ли вы начинание областной федерации бокса, и обратитесь ли в городскую администрацию, то есть главе города и главе администрации, с письмом для того, чтобы вам по принципу афганской организации выделили помещение, для того, чтобы вы могли там заниматься бизнесом и тем самым развиваться и так далее. Будете обращаться? Как вам идея вообще? Я, к счастью, за себя принял решение, что я в ближайшее время не буду обращаться в городскую администрацию за такие вопросы. Михаил, мы 15 лет не обращались, потому что понимали, что мы не должны стоять на коленях, хотя мы делаем благое дело. Но если уж пошла такая перуха, то я просто принципиально вижу, важно написать такое письмо, потому что посмотреть реакцию городской власти на письмо Федерации бокса Кировской области. Ну как же, будет сложно же отказать, понимаете, у них есть и у вас нет. Давайте все вместе напишем, посмотрим, кого поддержат, а кого откажут. У кого доходы большие, а у кого маленькие. И мы сразу же поймем, кто работал на выборах. Понимаете, я в течение этого года уже трижды писал письмо на имя Быкова. С Мозоли уже больше не будет. На выборах вы плохо участвовали, значит, про вас не знают. Про вас не знают. Михаил, спасибо вам большое, мы вас услышали. Вот еще прозвучало одно мнение. Да, просить, пожалуйста, Илья Владиславович показывает, что что-то, видимо, хочет сказать, или это было просто движение? Я насколько понимаю, что мы движемся уже к завершению передачи. Мы уже придвинулись. Понятно. Просто я приглашаю всех активных горожан, всех общественных организаций, независимо от количества членов, независимо от того, какие уставные цели преследуют. Но все, кто хочет сделать жизнь в нашем городе лучше, на форум инициативных граждан. Он состоится 21 сентября в городе Кирове. Информацию смотрите в печати, на сайте администрации. Всех ждем. Мы там будем обсуждать, каким образом лучше сделать вместе жизнь. Ну что ж, всех инициативных мы пригласили, а теперь вынуждена сказать, что... Ребят, до свидания, эфир закончен. Мы прощаемся с вами до понедельника. И спасибо нашим дорогим гостям. Дмитрий Русских, Илья Черезов, Владимир Журавлев. И Валентин Павлович Иванович Иванович. Всем спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.